Если бы лайнер «Бриллиантовая принцесса» был отдельным государством, то по числу зараженных коронавирусом он бы занял уверенное первое место. Это крупнейший в своем классе круизный лайнер, который в феврале 2020 года из райского места превратился в тюрьму. На лайнере, пришвартованном в порту японской Экогамы, находится около 4000 человек, включая членов экипажа. Среди них есть 24 граждана из России. По состоянию на 20 февраля в результате тестов коронавирус выявили у 621 человека. Два человека в результате болезни уже скончались. Изначально планировалось дать сойти людям на берег 19 февраля. Однако в связи с постоянно выявляемыми новыми случаями заболевания, карантинные меры продлили. США отказались эвакуировать 400 своих граждан с круизного лайнера, так как не хотят подвергать риску жизни и здоровью более чем 320 миллионов американцев. Власти Японии своим решением сделать карантин на круизном лайнере превратили его в инкубатор коронавируса, что неминуемо приведет его к печальному статусу лайнер обреченных. 19 февраля объявили, что карантин на круизном лайнере все-таки снят, и в число сходящих на берег включены два гражданина России. Этот процесс должен завершиться к 21 февраля. Тем временем Национальная комиссия здравоохранения Китая проанализировала полувозрастной состав первых умерших в больницах Китая и выяснила, что две трети умерших от коронавируса мужчины. Специалисты связали эту гипотезу с тем, что мужчины чаще курят, поэтому их легких вирус быстрее развивается в атипичную пневмонию. Еще одна версия – генетическая предрасположенность мужчин к более тяжелому течению болезни. В Мадириковом Китае число скончавшихся от коронавируса достигло 2000 человек. Общее число зараженных составляет на данный момент 74 185 человек. Власти страны считают, что пик эпидемии придется на конец февраля, а эпидемиологическая ситуация должна полностью нормализоваться в апреле. Ученые уверены, что коронавирус не исчезнет сам по себе и допускает возможность масштабной эпидемии. С 20 февраля граждане Китайской Народной Республики не смогут въехать на территорию России. Это касается всех, без исключения граждан Китая, туристов, студентов, а также желающих посетить Россию с частным визитом или устроиться здесь на работу. Распоряжение о временном приостановлении въезда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Это ограничительная мера введена для обеспечения безопасности граждан Российской Федерации. Связано, конечно же, с мероприятиями по неравстронению коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. В Казанском федеральном университете на данный момент обучается 1235 граждан из Китая, большая часть которых во время каникул не покидала пределы Российской Федерации. В Казанском федеральном университете обучается 1235 граждан Китайской Народной Республики. Подавляющее большинство студентов не уезжали на каникулы, провели каникулы в Казани. И с самого начала семестра, с 10 февраля, большинство студентов китайских приступили к обучению в Казанском федеральном университете. После закрытия границ между Китаем и Россией министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков подписал приказ об организации образовательной деятельности для обучающихся, находящейся на территории Китайской Народной Республики. Освоение образовательной программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Данное нововведение коснется и Казанский федеральный университет. Мы ожидаем приезд студентов ко второму марта и институты сейчас активно прорабатывают возможность обучения студентов в режиме онлайн, использования каких-то иных форм обучения. Постоянно находимся в контакте как со самими студентами там и с Генеральным консульством Китайской Народной Республики в Казани. Консульство тоже оказывает нам поддержку, относится с пониманием и консульства, и студенты граждан Китая. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюс.